Еще одна ловушка, в которую попадают чаще всего те, кто хочет купить квартиру либо дом в Испании. Что это за ловушка? Сейчас расскажу. Вы ищете квартиру в Испании. Заходите на сайт, допустим, идеалиста, начинаете поиск, смотрите один, второй, третий, четвертый вариант, пятый, шестой, седьмой. И тут, бамс, вам попадается уникальное предложение, прекрасная квартира с хорошим ремонтом и стоит всего там каких-то тысяч шестьдесят евро, хотя оно должно стоить не меньше двухсот. Вы думаете, все, джекпот попался, надо срочно бежать и брать, но не спешите этого делать. Дело в том, что за эту сумму, скорее всего, вам продают право собственности, но не продают право владения жильем. Сейчас объясню. В испанском законодательстве есть два права. Это право собственности и право владения жильем. При покупке недвижимости вы приобретаете сразу два права. Право собственности и право владения жильем. Иногда эти права могут разъединяться. То есть вы можете купить право собственности, но право владения жильем останется за предыдущим хозяином. После покупки данного типа недвижимости вы попадаете на ежемесячные оплаты данному собственнику, предыдущему владельцу, за право свладения жильем. Чем старше собственник, тем больше будет ежемесячная плата. Это что-то вроде того, что вы заключаете договор с престарелым человеком, когда вы полностью оплачиваете его содержание, а в конце концов его недвижимость, его имущество переходит к вам. Но это совершенно другое. Поэтому не торопитесь с покупкой, будьте бдительны и всегда грамотно и четко проверяйте документы.